Если вы сместите его маску хотя бы немного, то ваш противник не сможет нормально видеть, что происходит. Вы куда безопаснее сможете завершить бой. Но более реалистично было бы, если бы при этом он лишился пары конечностей или нескольких частей тела. Мне показалось, что наш товарищ чуть ли не наступил на нашу же гранату. Это плохо. Всем привет, я снова здесь. Кевин Уоллер, специальный агент ФБР в отставке, сертифицированный инструктор по самозащите, сертифицированный инструктор по стрельбе и оперативник СВАД. Сегодня мы посмотрим на миссию «Братья по оружию» из Battlefield 3. Поехали. Водит как мой старший сын. Хорошая детализация оружия и окружения. Это сильно отличается от игр на Atari. У нас команда из трех человек. Даже если вам противостоят три агрессора, они могут нанести большой ущерб. Все зависит от того, какое у них оружие и снаряжение. Может они в бронежилетах и шлемах. Вам нужно быть готовым к этому. Даже один противник может нанести непоправимый урон. К сожалению, в реальном мире мы знаем примеры моментов, когда единственный человек создавал хаос и создавал действительно смертельные ситуации. Так что нужно учитывать, к примеру, что у них может быть очень много патронов. Например, наши противники сейчас явно были готовы к появлению правоохранительных органов, так что смогли заготовить элемент неожиданности. К сожалению, встречается и такое. Рукопашная драка. Мне показалось, что наш товарищ чуть ли не наступил на нашу же гранату. Это плохо. Серьезный автоматический огонь. Оружие, которое они используют, стреляет высокоскоростными патронами. Их пули летят достаточно быстро, чтобы прошивать офисное окружение. Не факт, что металл прошьет насквозь. Вероятно, под определенным углом от тех металлических стеллажей могут быть даже рикошеты. Так можно ранить самого себя. В реальном мире вам нужно задумываться о том, что есть шанс рикошета пули и возврата к вам или вашим товарищам. Ненадолго прервался, чтобы оценить картины. Если вы стоите за дверью и начинаете вслух считать, когда собираетесь заходить внутрь, раз, два, три, плохие парни внутри услышат это и поймут точный момент, когда именно нужно открывать огонь. В реальности мы хлопаем по плечу или даем отсчет без голоса, только пальцами. Думайте о том, чтобы быть как можно менее читаемыми для чувств противника. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Тут очень много правоохранительных органов. Если к преступникам стянулось столько офицеров полиции, то, вероятно, и те, и другие очень подготовлены. Скорее всего, полиции противостоят несколько человек с автоматическим оружием, так что и полицейские не будут вооружены пистолетами. Они приедут с винтовками. Перед тем, как полицейские приезжают на место преступления, они примерно знают, с чем могут столкнуться, и берут с собой соответствующие предстоящему заданию инструменты. В общем, я не думаю, что эти три парня могли бы столь легко выбраться из того здания. Они используют большое количество транспорта. Нужно принимать во внимание два момента во время каждого столкновения, подобного этому. Укрытие и маскировка. За машиной есть хорошее укрытие, прямо за двигателем. Двигатель машины останавливает пули. У его металлических частей высокий шанс остановить пулю. А вот дверь машины, багажник и все прочее. Пули прошивают их насквозь, так что они хороши для маскировки. Это означает, что за ними вы не увидите меня. Но с точки зрения укрытия, то есть место, которое останавливает пули, машина очень плоха везде, кроме места за двигателем. Выстрел из РПГ Он отлетел в ту сторону, в которую и должен был. Но более реалистично было бы, если бы при этом он лишился пары конечностей или нескольких частей тела. РПГ это не игрушка. Даже здания на небольшом удалении от взрыва получили бы повреждения, что уж говорить о людях. Еще одна драка. Довольно неплохо. Если вы деретесь с человеком в такой маске, то если есть возможность, попробуйте сместить ее, чтобы перекрыть ему обзор. Так вы получите преимущество, поскольку в рукопашной драке может случиться куча непредвиденных вещей. Если вы сместите его маску, хотя бы немного, схватитесь за дыру в глазу и стянете вбок, то ваш противник не сможет нормально видеть, что происходит. Вы куда безопаснее сможете завершить бой. Сильный взрыв. Не уверен, что это было, но вспыхнуло мощно. Если используется химическое оружие... Я не могу сказать, сталкивался ли я с этим за время работы в ФБР. Но на войне, если используется химическое оружие, вы чаще всего не знаете этого заранее. Нервно-паралитическое вещество будет использоваться, или какое-либо другое. Если же вы знаете, с чем имеете дело, то можете подготовиться заранее. Как минимум, вы возьмете с собой РХБЗ и противогаз. Это очевидно. Единственное про мою работу в ФБР и химических веществах я могу сказать то, что мы применяли перцовые баллончики. Каждый раз, когда вы используете их, вы должны принимать во внимание очень много различных факторов. Если вы в кинотеатре и решили использовать перцовый баллончик, то да, вы, конечно, выведете из строя человека, против которого использовали его. Однако при этом сотни людей вокруг начнут кашлять и задыхаться, и за это вам нести ответственность. Если вы на улице, вы можете выстрелить из баллончика вот туда, но сильный ветер дует вам навстречу. В этом случае вы попали в просаг. Независимо от того, какое химическое оружие вы используете, пусть даже самое, казалось бы, безобидное, вам придется принимать во внимание очень много факторов. Окружение, ветер, дальность вашего баллончика и многое-многое другое. В этом видео было много стрельбы, много взрывов. Я понимаю, что это игра, но в реальности, с точки зрения агента ФБР, мы очень методичны. На то есть ряд причин. Мы хотим контролировать окружение, хотим защитить своих людей, но при этом и выполнить задание. Это видео не то чтобы слишком нереалистичное. Окружение показано хорошо, оружие тоже, плохие парни тоже. Они и в реальности творят, что хотят. Если у плохиша 10 гранат, он может активировать их все и выкинуть, не глядя через спину и побежать дальше. Преступники ничем не ограничены, а вот правоохранительные органы несут ответственность за свои действия. Отличное видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Меня вы можете найти на fedboost.com. Спасибо за просмотр. Это довольно реалистично. Я думаю, его напарникам нужно убегать. Интересно, а как они собираются покинуть метро? Метро. Метро.